здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала про цветок в этом видео с вами я пашкевич анна и вы узнаете сегодня о распространенных ошибках выращивания огурцов первая и самая распространенная ошибка это переувлажнение грунта несмотря на то что огурец на 98 процентов состоит из воды и относится категории влаголюбивых растений он крайне негативно отзывается на переувлажнение грунта поэтому следует не переливать грунт как на стадии рассады так и на протяжении всего вегетационного периода когда мы выращиваем рассаду следует не забывать о дренажных отверстиях в рассадных кассетах и стаканах когда мы выращиваем грунтовые огурцы то необходимо их равномерно поливать на протяжении всего вегетационного периода через день или каждый день в зависимости от условий выращивания особенно важны условия влажности грунта для огурцов в первые две недели когда закладываются будущие цветочные почки которые являются залогом урожая а также в период плодоношения если мы не будем соблюдать правильное условие увлажнения грунта огурцов в эти периоды то мы не будем получать соответствующий качественный урожай вторая ошибка также из категории распространенных это недостаток элементов питания когда мы готовим почвосмесь для будущей рассады то помимо торфа и разрыхляющих компонентов типа циолита перлита и вермикулита необходимо позаботиться и о элементах питания в частности имея смысл добавлять биогумус залу перепревший навоз также по мере роста и развития растений необходимо следить за их питанием не лишним будет подкармливать растения каждые 10-14 дней жидкими минеральными органоминеральными удобрениями подкладывать им органические удобрения ввиду того что огурцы как и все тыквенная культура способны к накоплению азота в своих плодах необходимо отдавать предпочтение больше органическим нежели минеральным подкормкам третья ошибка это вытягивание стебля как известно по жизненной форме огурец относится к лианам которые растут всю жизнь поэтому когда у нас вытягивается стебель можно его заглублять опуская в почвогрунт и до самых семя долей засыпать почвой это будет стимулировать развитие боковых корней помимо этого при последующей вегетации по мере сбора урожая можно постепенно опускать плеть огурца присыпая его почвой таким образом мы будем стимулировать развитие боковых корней и формирование последующего урожая на более высоких пазухах растения четвертая ошибка это создание оптимальных температурных условий выращивания особенно это критичный момент при формировании рассады огурца оптимальной температуры для всходов семян является 25 градусов для дальнейшего роста и развития дневная температура должна составляет 20 22 начиная на 3-4 градуса ниже что касается развития грунтовых растений то температура ночью должна быть не менее 12 градусов поэтому ориентируемся на погодные условия при необходимости укрываем наши растения тканными материалами например агроволокно или спонбонд пятая ошибка с нашей стороны это отсутствие поддержки при стрессовых ситуациях нашим растениям так если случается перепад температуры или грунт высыхает а затем мы обильно его заливаем водой растение впадает в стрессовую ситуацию для того чтобы поддержать можно использовать такие препараты как эпин или янтарная кислота рабочий раствор эпина готовится из расчета 2 миллилитра на 10 литров воды янтарная кислота соответственно 2 грамма на 10 литров воды можно этими растворами работать как совместно так по одиночке как по листу так и проливанием под корень смотрите пожалуйста инструкцию на этих препаратов надеюсь в этом небольшом ролике вы прояснили для себя 5 основных ошибок при выращивании огурцов желаю вам всего доброго оставайтесь на канале про цветок и хороших вам урожая